Всем большой привет! Меня зовут Лариса, я очень рада видеть вас на своем канале. Здесь мы тестируем как бюджетную косметику, так и люксовую, а еще все, что касается ухода за собой, особенно в домашних условиях. Поэтому, если тебе интересна такая тематика канала, продолжай смотреть мое видео и, конечно же, не забудь подписаться на мой канал. И погнали! Сегодня мы будем делать восстановление и еще чем-то схожее с ламинированием волос в домашних условиях. И поможет нам в этом очень популярный и известный корейский бренд Lador. Это такой филлер маленькой синей упаковочки объемом, всего лишь 13 мл, но такой хороший и просто творит какие-то чудеса. Кого же подойдут эти филлеры? Ну, вообще-то, они могут подойти буквально для всех, но для кого же будет заметен этот результат? Это у тех, у кого кудрявые волосы, очень пористые. Мы знаем, что у тех, у кого кудрявые волосы, они обычно очень-очень пористые. Такими являются мои волосы. Особенно результат будет заметен для тех, у кого были повреждены какими-то утюжками, фенами, плойками и, конечно же, химическими средствами. Имеется в виду, если вы перекрашивались, допустим, в блондинку. То есть, для блондинок это будет особенно полезно. Кстати, помимо того, что у меня кучерявые и очень пористые волосы, я была еще полгода назад блондинкой. И вот где-то вот отсюда у меня начинается блонд, но, конечно же, он затонирован у меня в русый цвет, поэтому для меня вот такие филлеры стали просто спасением. Раньше я уже проводила какие-то эксперименты с восстановлением волос. Это был и кератин, и ботокс, и другие какие-то филлеры. Жаль, конечно, что у меня на тот момент не было своего ютуб-канала, и я, конечно, не могла ничего рассказать. По поводу кератина я скажу, что у меня был очень даже позитивный опыт. На момент выхода из черного в блонд, а я раньше была такая прям угольно-черная, и мне резко, как, наверное, большинству девушек, захотелось перекраситься в блонд. И вот на вот этот момент, когда я делала вот этот вот переход, кератин очень сильно спас мои волосы. Он спас мои волосы от выпадения, обламывания и вот этой вот соломы или мочалки, что там могло получиться у меня на голове после такого жесткого выхода из черного. И, конечно же, не меньше трех месяцев я проходила с нереально ровными, густыми. Это мне, кстати, говорили, что ты вот так вот сейчас три месяца порадуешься, все, а через год ты увидишь, что случится с твоими волосами. Они у тебя все выпадут, будут торчать, и в общем, короче, я думала, что я останусь лысая, но нет, слава богу, этого не произошло. И я до сих пор очень-очень рада, что я все-таки попробовала этот кератин. Кератин я, кстати, заказывала на Амазон, так же, как и эти филеры. Он на тот момент стоил около 60 долларов, это было где-то 4 года назад. По-моему, он столько же сейчас и стоит. У него очень хорошие отзывы, это Кератин Ресерч. Действительно, девушки очень довольны этим кератином. Почему я не повторяла эту процедуру еще раз? Да все банально просто, в кератине есть хоть и маленький процент формальдегида, я считаю, что это все-таки немножечко вредно, хоть и такой нереальный результат. Я все-таки 3 месяца покайфовала, мне очень нравился результат, мне очень нравилось, как выглядят мои волосы. Но, честно говоря, наверное, здоровье для меня важнее, и я решила, что я больше не буду делать кератин. Я знаю, что сейчас есть кератин без формальдегида, но, насколько я знаю, результат держится очень-очень мало. Хочешь результат подольше, бери с формальдегидом. Кстати, по поводу того, что девушки очень часто жалуются, что после кератина волосы начинают выпадать, что они становятся как мочалка, и что становятся даже хуже, чем были до кератина. С моим опытом я скажу, что, конечно, я делала все самостоятельно. Я нашла относительно недорогое средство, но при этом я перечитала просто уйму отзывов, я пересмотрела миллион видео, я взвешивала все за и против. Ну, наверное, я просто такой человек, что мне иногда очень сложно кому-то довериться, допустим, мастеру в салоне, если я его там очень-очень хорошо не знаю, да. А на тот момент мы вот только вот недавно переехали в Америку, и вот так вот наобум идти куда-то просто по картинке в Инстаграм, допустим, да, идти к какому-то мастеру доверять свои волосы, мне, конечно же, не хотелось. Они у меня и так были уже, знаете, на грани, вот-вот сейчас и отпадут. Потом, конечно же, когда я наносила состав, я не жадничала, потому что все для себя любимое, так сказать, ничего не жалко. Поэтому вот каждая волосинка у меня была в этом составе, и когда я уже проводила утюжком, у меня ничего лишнего не палилось. По-моему, там нужно было раздействовать таким очень-очень горячим утюжком, проводить по одной и той же пряди, и если мастер нанес очень мало состава, конечно же, провести 10 раз утюжком без нужного количества состава, волосы очень-очень сильно палятся, поэтому они после кератина становятся такие, как солома или мочалка, ну, у кого что получится. Но я все равно выделила несколько пунктов, кратко, да, почему же все-таки случаются такие траблы с волосами после кератина. Первое, это некачественный состав. Второе, желание клиента сэкономить и поиск каких-то дешевых салонов, дешевых мастеров. Малый опыт мастера, возможно, и такое, что вроде бы вы нашли, казалось бы, хорошего мастера, у него есть парочку каких-то работ, возможно, он где-то брал каких-то своих подружек, или это были первые клиенты. Возможно, это были удачные какие-то первые попытки, но вот вы пришли с такими проблемными волосами, и мастер, не имея конкретного опыта работы с вашими волосами, с таким типом волос, допустим, как у вас. Желание мастера сэкономить на вас и нанести меньшее количество средства на ваши волосы. Чем больше мастер будет экономить средства на вас, тем большее количество людей он сможет, так сказать, обслужить этим же средством. Но экономия, не правда ли? И, конечно же, вы после салона всегда, практически во всех случаях, вы выходите с хорошей укладкой, с красивыми волосами, довольны, и все, никого не интересует, что случится у вас завтра, или, может быть, через три дня, или, может быть, через неделю. Мне кажется, чем дольше, тем, конечно же, это вы во всем виноваты, что вы что-то вот не так вот сделали, а мастер все сделал красиво, хорошо. И последний пункт, который я выделила, это все-таки не соблюдение правил ухода за волосами уже после процедуры. То есть, что имеется в виду? Вы должны выкинуть, ну ладно, не выкинуть, вы должны, по крайней мере, на время отложить все свои шампуни, которые имеют в составе сульфат, потому что сразу же, если вы начнете использовать шампуни с сульфатом, то кератин начнет очень-очень быстро вымываться, и результата вы практически можете и не заметить даже. И плавно я, конечно же, перехожу к истории с ботоксом. Что мне не понравилось в ботоксе? Ботокс для меня, тем более я, кстати, использовала ботокс без вот этих вот всяких каких-то вредных химических составов. И честно скажу, что мне не понравился только по одной причине. Сначала волосы выглядят хорошо, проходит неделя-две, все, результата уже нет. То есть это настолько краткосрочный результат, что вот эта вот вся возня с ботоксом, она практически один в один, как и с кератином, да, достаточно длительный такой промежуток времени, там точно так же нужно и с утюжком заморачиваться. И, в общем, очень схожая процедура, но при этом держится, ну, безумно мало. Лично для меня вот так вот пару раз помыть голову, и потом у тебя на голове уже обычные твои волосы, как-то вот не хочется потом дальше повторять уже эту процедуру. Ну, слишком много времени на нее уходит. И я все-таки подведу такой маленький итог, что такое кератин. Кератин это больше про красоту, это выравнивание волос и поддержание в каком-то красивом состоянии. Что такое филлер? Филлер это больше про уход и питание прям изнутри волоса, и можно сказать даже немножечко восстановление. Конечно, не нужно надеяться, если у вас там чисто белый волос, да, если вы там осветлили до состояния белая стена, не нужно надеяться то, что у вас восстановится волос. Нет. Но филлер хорошенько заполняет ваш волос составом, закрепляет вот эти все кутикулы, разглаживает их, и волосы становятся мягкими, шелковистыми. Если у вас не крашены волосы, если у вас нету каких-то явно прям сильно пережженных и посеченных волос, вы, скорее всего, прям такого вау-результата не увидите. Знаете, что вы там у вас не волосы, а полотно прям и отражение зеркала. Нет, такого не будет, конечно же. Я много видела таких отзывов, что я сделала, что я сделала результат вроде неплохой, но вот сказать, что прям чего-то такого сверхъестественного я там типа не увидела. И не будет, потому что это больше направлено на тех, у кого волосы действительно очень сильно повреждены. Итак, про ладор. У него достаточно хороший состав, и уже после первого применения виден результат. Он не выравнивает волосы, но делает их более гладкими. Он немножечко, вот если у вас прям сильно пористые, да, он немножечко утяжелит ваши волосы, что для некоторых, возможно, это послужит как немножечко такое, знаете, выравнивание для волос. Мне, конечно же, он ничего не выравнивал, потому что мои волосы либо утюжок, либо кератин может выровнять. Даже как и когда пользоваться этим филером. Чтобы не было короткосрочного результата, филер лучше пройти курсом от 5 до 10 раз. Его можно использовать как курс для лечения, так и на разовый какой-то случай. Если вам где-то прям здесь и сейчас нужно выглядеть просто сногсшибательно, чтобы у вас была роскошная шевелюра, перед каким-то очень важным событием, просто помойте голову, нанесите это средство как маску, и волосы у вас действительно будут выглядеть очень даже достойно и хорошо. На мою длину, а она у меня уже где-то по лопатке, наверное, где-то, уходит два таких флакончика. Почему два? Потому что я уже объясняла, кучерявые и сильно пористые волосы, плюс осветленные порошком. То есть они у меня так достаточно повреждены, поэтому для меня две ампулы будет идеально. Для волос, которые по плечи и чуть-чуть ниже плеч, подойдет один флакончик, а некоторым хватает даже половинки. Так что это, в принципе, на ваше усмотрение. Вы оцениваете свои волосы, как они у вас выглядят, насколько они повреждены, и используете столько, сколько вам нужно. Давайте, наверное, уже от теории перейдем в практике, и я вам наглядно покажу, что и как нужно делать. Для этого нужно нам сначала помыть голову. Я видела разные версии, что можно делать. Кто-то берет на грязные волосы, наносит, а потом слегка вот здесь вот корни просто моют шампунем. Здесь никто ничего шампунем не делает, а потом вот это все смывается как-то. В общем, для меня это слишком заморочено как-то. Мой метод такой, что нужно помыть сначала голову. Мы не используем после этого никаких ни бальзамов, ни масок, ничего. Вот как есть, вот сразу же после шампуня. А еще лучше, конечно же, использовать шампунь глубокой очистки, так ваши чешуйки все раскроются, и состав будет намного глубже и лучше проходить вовнутрь вашего волоса и заполнять его там. Так что давайте я сейчас помою голову и вернусь к вам. Голову я уже помыла. На самом деле старалась так помыть голову, чтобы не смыть весь свой макияж и выглядеть нормально в кадре. В общем, я помыла голову и не использовала никакие ни бальзамы, ни маски, ни масла для волос, какие-то увлажняющие, никакие спреи, ничего вообще. То есть это все чистые волосы, и они вот так даже, знаете, вот когда вы их трогаете, они немножечко даже скрипят. И расчесывать их нужно аккуратненько, расческой, которой можно расчесывать мокрые волосы. Как я уже говорила, очень многие используют разные методы нанесения. Кто-то наносит на грязные волосы, а потом шампунем все это моет. Кто-то наносит на чистые волосы, волосы уже помытые, но при этом влажные. Таким образом они пытаются сократить время, чтобы долго не ждать, потому что там нужно сначала помыть голову, высушить волосы, нанести средство, выждать определенное количество времени и опять идти смыть состав и высушить волосы. Если наносить на мокрые волосы, то состав не так уже и хорошо будет впитываться, он не будет сильно проникать, он будет смешиваться с водой и немного там растворяться. Да, результат вы, конечно, увидите, но лучшего результата вы все-таки добьетесь, если будете использовать на хотя бы либо сухие, либо подсушенные волосы процентов на 80-90. Теперь я беру фен и начинаю высушивать свои волосы. Итак, я уже высушила свои волосы, но не до конца. Я все-таки оставила, думаю, процентов на 90 они у меня высушились. Вот так у меня выглядят волосы после фена. Конечно же, если я не пользуюсь каким-то феном или брашем, и, естественно, мои волосы высыхают, то они у меня становятся кучеряшками. Но именно из-за того, что я осветляла волосы, мои кучеряшки выглядят как не знаю, что. В общем, я беру две таких ампулы, беру пластиковую мисочку, такую вот щеточку специальную, когда вы красите волосы, она вам здесь очень даже пригодится. Насчет мисочки. Миска должна быть либо пластиковая, либо керамическая, либо стеклянная. Ни в коем случае не железная. В железной мы ничего не смешиваем. В мисочку я выливаю первый состав и сразу второй. Как вы видите, выглядит это как обычная водичка, ничего такого необычного. И сейчас вы увидите, как это все превратится в плотную маску. То есть получится некая такая магия, когда вы будете добавлять просто обычную воду. Кстати, вода должна быть либо холодной, либо комнатной температуры. Как мы делаем состав? Мы берем, допустим, одна ампула. Если вы используете одну ампулу, то ровно столько же воды вы будете использовать в этот состав. То есть состав идет один к одному. Одна вот такая вот ампула и столько же воды. Тут все очень просто. Вы просто берете, выливаете весь состав в баночку и потом берете, просто берете водичку. Сейчас я притащила воду в такой вот мисочке, где я разбавляю краску для волос. И набираю столько же, такое же количество воды. Вот так. Посмотрите, даже в самой ампулке уже начинает происходить какой-то процесс. Итак, давайте посмотрим, что же у нас получается, когда мы начнем добавлять воду. Ну и так как у нас было две ампулы со средством, мы добавляем такие же две ампулы с водой. Вторая ампула с водой. Вот так густо выглядит средство теперь, оно не жиденькое. И, кстати, когда вы смешиваете с водой, начинает идти реакция, и вот эта вот маска, она становится очень даже теплой, такая приятная, теплая. Мне кажется, волосы у меня уже подсохли больше, чем 90%, но ничего страшного. В этом процессе не нужно там разделять на какие-то ровные пряди, вот как вы можете, так и наносите. Хотите, одевайте перчатки, хотите не одевайте, я не буду одевать, и поэтому мы приступаем. Я беру вот такую прядь и начинаю наносить именно с того момента, где у меня осветленные волосы. То есть сюда я пока что не захожу. Сначала я наношу прям-прям на кончики и потом начинаю проходиться чуть-чуть выше. Средство наносится очень хорошо, оно прям просачивается вовнутрь. Оно вроде бы и не жидкое, но при этом наносится очень легко. И немножечко вот так вот скручиваю. Опять начинаю с концов. Потому что концы волос это самая проблемная зона, и нужно с этого сразу же и начинать. Руками помогаем все это средство распределить по волосам. Так бы протягиваем. Где-то лишнее снимается, где-то наносится, где немножечко не попало. Средство я практически нанесла, и у меня остались остатки. И эти остатки я теперь нанесу вот сюда вот сверху, ближе к корням. Прямо сами корни я не буду мазать, но все же вот здесь вот на стыке между поврежденными волосами и нормальными, я все же нанесу вот эти вот остатки, которые у меня остались. Хорошенечко волосы промассирую, чтобы все распределилось там хорошо. И еще для лучшего эффекта прочешу волосы. Волосы начинают расчесываться очень хорошо, гладенько, нигде ничего не путается. У меня постоянно спадает это полотенце. Теперь мы волосы собираем в такой пучок, их не обязательно завязывать, просто надо попытаться немного все это собрать. И просушиваем феном одну где-то минутку, и после этого одеваем шапочку, и уже под шапочкой, сверху над шапочкой мы греем где-то около 4 минут. В общей сумме получается где-то около 5 минут нужно греть ваши волосы. Благодаря этому состав будет хорошо проникать в волосы и делать нужный нам эффект. Я засекла таймер на 4 минуты. Беру шапочку. И 4 минуты грею феном. Мы уже прогрели волосы под шапочкой. Я беру вот такое специальное полотенечко для волос, но если у вас его нет, то вы можете использовать просто обычное полотенце. Ну и для лучшего удержания тепла я еще нацепила сверху еще одно полотенце. Я посчитала, что мне будет недостаточно того маленького тоненького полотенечка для волос. И засекаем 20 минут, и ждем до следующего мытья головы. Прошло 20 минут, и я смыла состав с волос, и не использовала никаких дополнительных средств, по типу шампуня или еще что-нибудь. Просто смыла, как обычную маску. Теперь волосы нужно расчесать. Даже сейчас уже чувствуется, что волосы такие гладенькие, шелковистые, хотя мы их еще не высушили. Посмотрим, что будет после того, как мы высушим. Очень быстро и хорошо расчесываются волосы, и прям чувствуется, как они стали намного тяжелее. А я люблю, когда волосы чувствуются немножечко тяжелее, потому что когда они слишком пушистые и пористые, их нужно немного утяжелять, чтобы они выглядели прилично. Теперь я беру масло и наношу немножечко на кончики. Слишком с маслом не перебарщиваю, потому что волосы у нас и так уже достаточно увлажненные и утяжеленные, так сказать. Ну и как всегда, беру свой любимый стайлер и приступаю к сушке волос. Друзья, вот такие волосюшки у нас получились. Посмотрите, как они красиво блестят. Они укладываются намного лучше, и когда вы их берете вот так вот в пучок, чувствуется, что как будто их стало намного больше. Прям что это не тонкие какие-то иссохшиеся волосинки, а плотный, хороший такой волос получается. Давайте я немножечко отдалюсь, чтобы волосы было видно сдалека. Волосы выглядят очень живыми. Посмотрите, вот если я вот так вот начну делать, они прям струятся, блестят, красивые, такие плотные. Мне очень нравится, мне нравится результат. И вот самое интересное, что голову обычно я мою раз в 3-4 дня, но примерно на второй-третий день мои волосы вроде бы не такие грязные, но вот здесь вот на концах они начинали вот как-то вот выглядеть, не могу сказать, что как мочалка, нет, не мочалка, вот какие-то вот они, знаете, тусклая какая-то текстура такая, они очень приятные. С филерами все не так. На самом деле до самого последнего дня я хожу, и на концах у меня волосы все такие же блестящие, мягкие, шелковистые, и не путаются, что самое интересное. Давайте я вам покажу, как это выглядит все сзади. Как видите, результат получился очень хороший, мне безумно нравится этот филер, я буду и дальше его использовать, потому что реально преображает красиво волосы. Ну что, друзья, это видео подходит к концу, и я очень рада, как всегда, что вы досмотрели до этого момента. Если вам понравился обзор, ставьте пальчик вверх. Если вы все еще не подписаны на канал, обязательно подписывайтесь. И я, друзья, я очень вас прошу поддержать мой канал, помочь в его развитии, написать какой-нибудь комментарий. Если же вы не хотите писать никакого комментария, то хотя бы поставьте какой-нибудь смайлик, чтобы YouTube понимал, что это видео смотрят и показывал его больше аудитории, чтобы новые люди приходили на этот канал. И я вас, конечно же, очень-очень благодарю за это. Всем большое спасибо, всем хорошего настроения, всех целую. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok